здравствуйте меня зовут федор васильев встречаю вас в пятом уроке и у нас с вами осталось не разобраны три кнопки это отзывы здесь будут просто отображаться все отзывы созданы на вашем сайте вы можете в каждый каждый отзыв снять с публикации либо выделить галочкой отзывы удалить или просто можете зайти внутрь и изменить изнутри прямо в админке и оценки изменить и посмотреть подробную информацию глобальные настройки сейчас о них поговорим более детально и есть кнопка документации который ведет на сайт разработчиков переходим в настройки первая настройка тема bootstrap и default оставляем bootstrap jQuery автоматически стоит по умолчанию если вот здесь подсказки тоже написано у вас будет какой-то конфликт что кто-то уже использует jQuery там шаблон или еще какое-то другое расширение то вы можете здесь отключить jQuery если конфликта нет мы это поле не трогаем формат даты можно выбрать свой формат лимит отзывов это сколько на странице выводить комментариев вот этих вот рейтингов то есть смотрите вот у нас один ну например 10 отзывов с рейтингом вывелось потом мы не хотим чтобы страница слишком становилась длинной за счет этих рейтингов и нам нужно чтобы была постраничная навигация циферки внизу 1 2 3 как раз таки здесь вы и ставите лимит или можно поставить без лимита вот в подсказке написано поставить ноль тогда все отзывы будут тянутся вниз и навигации не будет следующее показывать отзывы пользователей если поставить нет то на сайте не выводят отзывы а выводится только звездный рейтинг конечно же до оставляем показать показать рейтинг пользователей то есть это уже скроет сам рейтинг давайте посмотрим то есть он скрывает мне вот эти вот основные да а скрывает именно вот здесь в правой части когда у нас была общая оценка за все три критерия то есть вернем назад сохранить обновимся и вот общий рейтинг он выводится теперь и вот давайте по обязательным полям поговорим вот смотрите заголовок отзыва сразу давайте вам покажу поставим нет сохранить идем на сайт добавить отзыв вот вы видите у нас исчезла заголовок выше он был остался только комментарий также можно отключить содержимое отзыва давайте поставим нет сохранить обновим сайт добавить отзыв то у нас нет совсем возможности ничего писать то есть мы можем сделать чтобы просто ставлю отзывы то здесь уже смотрите как вам лучше или же вам нужно поставить эти поля не обязательно но чтобы они были присутствовали тогда вы ставите просто до сохранить добавляем страницу добавить отзыв вот видите заголовок комментарий есть но какой-то из полей человек может пропустить например заголовок не писать я бы сделал так я по заголовок вообще бы отключил чтобы его не было оставил то как бы комментарий и поле бы сделал бы обязательно здесь уже на ваше усмотрение следующая опция как раз говорит о том чтобы не позволять человеку комментировать второй раз что это значит то есть человек оставил рейтинг оставил комментарий я вам уже говорил но потом он сможет кому-то ответить на комментарий но уже без рейтинга то есть возможность второй раз отвечать в данной статье вот если мы здесь ставим нет сохранимся вы видели я здесь уже оставлял комментарий обновляю страницу нажимаю добавить отзыв у меня высвечивается такой текст вы уже голосовали за запись то есть у меня нет возможности оставлять ничего больше только один раз конечно же отключать это не нужно здесь вы выставляете да дальше в глобальных настройках мы можем ввести как бы слова нехорошие слова в черный список и они будут из подсказки написано будут заменены точечками я уже проверял это работает вписываете здесь слова разделенный запятой все которые вам например не нравятся какие-то нехорошие слова дальше из белый список в подсказке все написано зачем он нужен email адреса также здесь в принципе подсказки все понятно с новой строки все адреса например администраторов каких-то помощников администраторов куда будут приходить уведомления о вот этих вот комментариях если ничего не вписывать то будет используется mail сайта вот и все принципе настройки глобальные мы прошли осталось пер разобраться с правами как сделать так чтобы пользователь мог оставлять отзывы вот я сейчас вышел с сайта и не могу войти пока не авторизуюсь для этого на вкладке настройки вы переходите на вторую вкладку права и здесь вот первая вкладка паблик находите здесь такое слово создать отзыв и в списке вот здесь вот напротив вы выбираете разрешено также вы можете дать права чтобы человек мог и редактировать свою отзыв и удалять свой отзыв я бы этого не делал и также можно сделать что автоматически отзыв публиковался давайте пока посмотрим как будет просто созданием отзывов для гостей здесь нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу переходим в статью и вы видите у нас теперь нет кнопки авторизоваться у нас сразу появляется кнопка добавить отзыв кликаем добавить отзыв и у нас появляется новые поля поле имя ник мл они должны быть обязательны так как это гость и у нас должна быть какая-то информация об этом человеке email что впоследствии например мы поймал могли забанить если это какой-то нехороший человек главное здесь есть возможность для незарегистрированных пользователя то есть оставлять отзывы и рейтинги те остальные параметры глобальный действует также заголовок и комментарии вы можете оставить обязательными или нет вы это уже знаете как делать и также для критерии давайте попробуем как гость оставить какой-то отзыв и так я заполнил все поля нажимаю подтвердить окей и у нас не появляется автоматически сразу же данный отзыв потому что он должен быть сначала промодерирован как это делается мы переходим глобальные настройки нашего компонента переходим отзывы видим новый отзыв он появляется сверху и вот здесь вот в конце в правой части видно крестик опубликовано мы прочитали у нас все устраивает можем зайти внутрь посмотреть более детально и мы нажимаем вот здесь крестик и данный отзыв опубликовываем обновим страницу и сверху добавляется новый отзыв с новым рейтингом от гостя это понятно теперь как сделать чтобы рейтинг автоматически публиковался переходим в панель управления настройки права я уже вам об этом говорил самая последняя опция на вкладке паблик автоматическая публикация вы делаете здесь разрешено и сохраняйтесь теперь гости могут беспрепятственно оставлять отзывы рейтинг без модерации то есть автоматическая публикация на сайте вот и подошел в концу мини курсик по очень замечательному взгляд расширению по созданию продвинутого рейтинга и комментариев теперь о том как получить последнюю коммерческую версию бесплатно конечно же вы можете найти в сети последнюю версию и скачать ее как у с каким-нибудь вирусом внутри это ваш выбор если вы хотите получить чистую последнюю коммерческую версию то у вас есть шанс эта информация для моих клиентов которые купили хотя бы один курс под jumla любой курс дело в том что я собираю статистику и на своем сайте fedor васильев точка ру хочу сделать страницу работы учеников то есть моих учеников если вам интересно это расширение то у вас есть шанс его получить давайте посмотрим сколько она стоит перейду на сайт автора и у нас здесь есть подписка 50 долларов яндекс говорит нам что 50 долларов это 3305 рублей достаточно дорогостоящие это решение то есть достаточно дорогое расширение но как я уже сказал вы можете получить его бесплатно что для этого нужно первое вы должны купить какой-то из моих курсов либо уже вы когда-то покупали мой курс относящийся к jumla любой из курсов это может быть мега меню для jumla прибыльный интернет-магазин лендинг-пэч адаптивный дизайн настройки сложного шаблона от а до я второе соответственно по моим урокам у вас должен быть уже какой-то созданный ваш сайт готовый сайт то есть если какой-то сайт вас не готов вы не сможете получить данное расширение вас сайт должен быть уже готов критерий по оценке сайта так таковых нет просто сайт чтобы вас был готов для людей это не конкурс не акция это бессрочный а такое предложение мое для вас вы в любой момент в любое время сможете получить это расширение без ограничения тут по времени третье это предоставить скриншот вашего сайта и какое-то ваше описание вашему сайту небольшой можно то есть о чем ваш сайт и все если у вас возникли какие-то вопросы по данному моему предложению можете мне написать вот на этот мой электронный ящик я вам отвечу на любую ваши вопросы в рамках данного предложения ну и соответственно на это gmail вы отправляете информацию о вашем сайте вы должны будете указать информацию email на которой вы покупали курс то есть при покупке курса либо с моего интернет-магазина непосредственно с сайта федоровасильева точку ру там нужно было указать обязательно email ящик то есть я сопоставлю с верю что вы действительно мой клиент я посмотрю что на этот email вы действительно купили какой-то курс или же если вы покупали какой-то курс именно с лендинга с продающей страницы там тоже нужно было указать email то есть неважно где вы купили то ли с лендинга то ли непосредственно примусь моего сайта вы должны предоставить email ссылку на сайт скриншот и описание к сайту я все проверю если все хорошо ближайшее время я вам моментально отправлю последнюю версию данного расширения принципе на этом здесь все и до новых встреч